Привет, ты тут? Пока медийные акулы и прочие гигачады с онлайном 24 на 7 в нашей любимой поечке фармят по 100 миллионов наносекунду, нам бы молодым смешарикам для начала какой-нибудь фарм попроще. И вот вам гайд на 5-6 диванов в час в почти любом билде на начало лиги, которой, к слову, осталось жить 2 недели. В чем прикол? Будем делать то, что никто никогда не хочет делать, а именно бегать быстрые лоутер-мапы и фармить ремнантов с эссенцией, сами эссенцией и по желанию бисты, если ДПС билда позволяет. Если нет, то это сильно замедляет фарма, нам это не нужно, поэтому в этом случае не рекомендую. Сами ремнанты нужны для бегунков, которые фармят Т8 эссенции. Мы это тоже будем делать, если будет попадаться некорабченная Т7 эссенция, но это скорее редкость, чем правило. В целом, к этому фарму вы можете добавить любую лиг-механику, главное, чтобы это вас не задержало от спринта по мапе. Например, можно фармить Т16 и босс рашить, но в этом гайде не об этом. Фарм будет актуален в любой лиге на старте и в течение 2-х, может быть 3-х недель. А теперь по порядку, что нам нужно для самого фарма. Мы бегаем быстрые лоутер-мапки, пул самых хороших мап показал на экране. На мой взгляд, из этих самые лучшие это Стрэнд, Бич и Белфри. Но вы попробуйте сами, тем более ГГГ, каждую лигу меняет пул мап. Основной смысл в том, чтобы карта была линейной и максимально быстрой. В идеале на карту должно уходить около 1 минуты или чуть-чуть побольше. Карты можно закупить балком в ТФТ Дискорде, ссылку приложу к описанию видео. Цена 1-2 си за мапу. Однако карты с большой долей вероятности у вас будут сустейниться, поэтому закупиться нужно будет всего 1 раз. Карты мажем с карабом на мапы, плюс бесты. Обычная цена 1,5 си за караба, итого тратим плюс 3 си на карту. Конечно, покупаем секич на эссенцию, добавляющую 50% шанс встретить ремнанта в эссенции и плюс 1 эссенцию на карту. Это очень круто. Закупить балком опять же можно в ТФТ Дискорде. Цена 3-4 си за секич, итого плюс 1 си к нашей намазке. Очевидно, что в атласе мы берем все ноды на эссенции, плюс сустейн карт и ту легмеханику, которую хотите. У меня взяты бесты, атлас приложу в описании. С дерева атласа мы получаем еще 20% шанс на ремнанта, итого вместе с секичем выходит целых 70%. Ну и напоследок включаем саму эссенцию в машине картоходца, это плюс 2 си, итого на мапу мы тратим 3 си на скарабов, 1 си секич, 2 си эссенции в машине, 6 си на маска. На этом подготовка закончена и можно бежать. Наша цель как можно быстрее пробежать мапу, открыть все эссенции, найти нужных бестов и запустить новую карту. Бестов попадается очень много ненужных, нам нужно искать только 2. Это павука и лягушку, павук фениума плакт аракнит и лягушка кракик чимерл. Кому интересно, полный гайд по фарму бестов я приложу в описании, правда он на английском языке, но думаю с переводчиком разберетесь. Если нет, то задавайте вопросы. Что делаем еще? Если вдруг попадается некорабченная Т7 эссенция, а именно до тиры, дред, мизери, энви и скорн, то кидаем в них ремнан, чтобы иногда получить Т0 эссенцию. Еще важно, что перед забегом на карту не забывать вынимать войдстоун с секичем, чтобы карты сустенились. Так как мы бегаем лоутер мапы Т1, Т4, то проблем с убийством мабоу не будет скорее всего ни у кого. Я бегал эту страту без бестов на токсик рейне в шмоте за 3 дивана и проблем не знал. Попозже немного проапгрейдил лу и добавил бестов. Итак, пробежал 100 карт по этой страте и вот что получилось по эссенциям. Плюс нашел 2 павука и 3 лягушки по одному дивану. Цены и профиты, конечно, будут меняться. Например, на лягушку цена будет только расти. Но думаю, что в течение следующих двух недель фарм останется актуальным, так как бегунки Т8 эссенции будут всегда. Дам еще небольшой совет. Продавайте эссенции балком за диваны, так вы будете меньше отвлекаться от фарма. И внимательно смотрите на цену на ремнанты, так как по поэтрейду оно продается за 1.7С, но у меня балком скупали все по 2С. Итого приблизительный профит выходит 12 диванов за 100 мап с эссенцией и ремнантов и 3.5 дивана с бестов. На замаз мы потратили 3 дивана, 6С на карту 100 мап. Итого получили 12 плюс диванов чистого профита. Если карту мы бежим за 1 минуту, то за час выйдет 7.2 дивана. Скорее всего вы будете тупить, отвлекаться, перекладывать войдстоун и так далее. Поэтому получите меньше, но свои 5 диванов в час вы заработаете с вероятностью 100%. На этом все. Надеюсь, что этот гайд кому-то пригодится. Если будут вопросы, то задавайте в дискорде или заходите на трансляцию в Twitch. Спасибо, что были со мной эти 5 минут. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok